Привет, планета Земля! Как вы видели, только что ехала на автобусе. Ехала на автобусе домой с мастерской, свою машину, как говорится, определила, взяли ее на ремонт, слава богу. Один молодой человек, у которого была мастерская, где-то в 15 километров отсюда, переехал в Шаффенбург. Я это не знала. И по рекомендации моей двоюродной сестры, я туда поехала, смотрю что-то фамилия знакомая, потому что я этого молодого человека уже очень давно знаю. Выходит такой, я говорю, Димка, ты прям, не знаю, ты мне богом дан, пожалуйста, пожалуйста. Вот, взял на ремонт, что там именно сломано, узнаю, не знаю когда, должен сегодня в течение дня позвонить и сказать. Дай бог, что не очень будет дорого, и дай бог, чтобы ее отремонтировали, чтобы я могла поехать домой. А сейчас мы поехали в ДМ. Оно этот магазин для косметики и так далее. Вот, возьму вас чуть-чуть с собой, тот кто с Россией, кто не знает, что такое ДМ. Потом я хотела еще в Альде надо купить Зары карточку, чтобы она могла своим подружкам звонить, но зарядить карточку. В Германии все не так просто, как в России. В России там через Сбербанк онлайн зашел раз-два и все, и положил денежку на карточку и все, а тут нет. Ну и хотела еще раз забежать, заехать в Дайхман, еще раз посмотреть обувь. Вот, и сандалика, она хотела нормальный, хороший посмотреть, потому что он очень быстро убивает обувь, и, не знаю, тяжело ему найти обувь, и попробую найти ему обувь тут. Ну, сандалии я сразу признаюсь, в России еще не искала. Раз мы тут, нам делать, грубо говоря, нечего. У нас мало делов на две недели, всего лишь послезавтра и послепослезавтра. А потом уже, в принципе, я, ну, свободно, поэтому можем себе и позволить пойти в магазин и пошариться. Ну что, поехали тогда с нами. Сара, а где вот наш парфюм? Наш парфюм, который мы покупали? realizes, в следующий день, извините... Он выше меня совсем чем-либо, пока не υ Rider, не захcke д毀érer с мертвей, пока не бесплатно"? Наш парфюма, в том чискам никогда! Папа, просто лазер. Дома лица? Да, или? Да, да. Мы должны посмотреть, что в виде фарбе. Вместе с этим, что в дипломе не есть. Что это? Нет, это... короче надо поискать что тут только нет где мой крем которая всегда но я думаю что это очень большая 5-литер-динка это в России дотянусь много да, это в любом случае, два крема да, так как это в жизни в России это, думаю, 6 евро или так вот ахтур афин фаль хезос вильгинстика тут намного дешевле поэтому покупаем тут ну хорошо возьми эту но это что такое темп на один пенсиру мужа продают нет да поэтому я сказала нет потом девушку тут купим делу по 2 евро да а у нас там делу стоит 4 дезодорант стоит 4 а то 2 так ладно буду искать свой крем скажи что тебе хорошо что-то больше не болеешь чуть-чуть еще болеет но но уже вызвала так что может по дм лазить до заряжаем машинку для тех у кого есть электромашина и который хочет заправиться в кауфлянде мне тут один мужчина подсказал что не обязательно вот этот кауфлянд можно приложение и от или дала лидл app можно тоже скачать и через эту и намного все легче так что тот кто не знал будет теперь знать у кого электронная машина конечно мало но я только что смеялась я говорю это как когда собаку покупаешь заводится но много людей много знакомств так и тут у кого электромашина тут сразу темы появляются болтаем все короче пошла я в кауфлянд покажу вам чуть-чуть какое шахтенбургский кауфлянд что ребенком сюда ходила закупались ой как всегда у меня на машине аккумулятор сел на телефоне сел господи кауфлянд меня замучил говорит мама я хочу цепочку а тут по моему только резиночки для девочек какую-то он там цепь где-то увидел я хочу эту цепочку тут нету ну вот кауфлянд тоже попала сейчас такое дело где тоже там шампуни и шампуни о смотрите сколько стоит вот велида что там сейчас откроем саун аэнс а это такая я хочу этот закрыта и что-то а короче палка с ведром до 45 евро палка с ведром а это а это большая а это маленькая 30 получается или это другая нет тоже ультрамакс короче ничего не пойму либо 30 либо 45 но по-моему маленькая как у меня 30 вот я значит покупала свою за 6 тысяч до 6000 разделить на до 100 евро а тут 30 вот такие вот цены у нас в калининграде что стоимость ведра и тряпочки целых вот а если по отдельности покупать тогда вот это вот стоит 20 такая вот у меня но тряпочка 13 но в принципе такая же стоимость получается все пошли дальше если вы заметили что тут много людей еще ходят в масках таком голову забили этой болезнью что они в это верят до сих пор но ничего не поделаешь пойду мороженое куплю мне и детям и пойду наверх какой взять сара любит магнум вот такой наверное всем такой возьму чтоб никто не обижался а даже переждать пойдем сюда так приехали домой и сара свои вещи уже все вытащила и убрала вредина не хочет вытаскивать ну значит я вам покажу что мы купили так вот посмотрим ой так купили вот такие вот мицелин райнингунг ну это мейкап убирать до смывать классная вещь нам очень нравится она очень очень вкусно пахнет ну и намного дешевле чем в россии это мы уже говорили в ролике потом это мой любимый тональный крем он недорогой но очень хорошо закрывает вот потом купила себе две мои любимые две мои любимые два моих любимых крема наверное так потом вот такую взяли помаду которая держится водостойкая мангеттен обожаю эту фирму потом наш кончик выбрал себе вот такой вот этот улет он теперь у нас же взрослый теперь ему вот постоянно нужен то парфюм то дезодорант без этого никак а жених так ну вылази же вот спец вот специально вот специально смотрите вот не вылезет так это мы купили для нашей бабушки потому что она сказала кто-то украл ее пинцет она не может найти и поэтому мы купили новый чтоб она была опять счастлива и также и ножницы у нее где-то куда-то пропали ножницы и я и купила ножницы она будет этому очень рада эти ножницы они для они очень такие крепкие можно и на ногах ногти тоже подстригать не только на руках куда побежал стоять это я себе купила кисточку чтобы наносить маски всякие разные это я себе купила ножнички потому что мои уже старенькие уже такие ну короче свежие себе купила ножнички так моя любимая тушь тоже мэйболин тоже недорогая тоже всего лишь по моему 5 4 или 5 евро стоит но я ее очень люблю я к ней привыкла и мы купили вот такие два парфюма саре и мне вот этот парфюм кана по моему он был по скидке по моему то ли 4 евро то ли 5 евро короче совсем мало а наши были по моему по 11 ну тоже на каждый день я дорогие не покупаю у меня один есть который подороже его я только на праздники брызгаю а эти так на каждый день но если честно прям классно пахнут вот будете в деме вот этот парфюм сходите понюхайте как говорится очень вкусно пахнет так сара что ты ты себе купила а она себе купила констилер это под глазами у нее синяки она их убирает два разных цвета один для зимы другое другое для лета потому что она когда загорает ей нужен консилер консилер потемнее и что а вимпор душа тоже тушь а тоже себе взяла пинцет только не такой как у меня чтобы у нее был свой у меня свой потому что мы постоянно один пинцет туда-сюда таскаем до чтобы уже у каждого был свой и что и кисточку чтобы делать что как это сказать оформлять свои брови кисточку она еще взяла так я ее не снимаю потому что она горит она страшно и мне нельзя ее снимать да и она тут валяется вообще в этом шляф ансука как называется короче в чем спать можно-то и за это мы все отдали сто сто шесть евро да а ну кан по-моему еще попить себе какую-то там бутылку взял и жвачки короче грубо говоря сто евро за это все ой ну что мне могу сказать ну по-моему наверное в россии отдала бы больше еще наверное может быть где-то сто два сто двадцать сто тридцать евро я дала бы в россии поэтому у нас там очень дорогие продукты имя там шампуни ну вот все вот такое очень дорогое поэтому мы когда приезжаем в германию стараемся закупаться тут чтобы там много не покупать и все кто сейчас скажут что почему же вы в своей россии любимые это не покупаете что вы сюда приперлись в германию и тут покупаете германия же такая плохая у меня есть только один ответ идите в задницу а своим любимым подписчикам я скажу спасибо большое за просмотр люблю вас как всегда целую до завтра пока пока до скорых встреч